В карте Макс, все, подключаю Макса, Макс, мой друг, оп, жму, так, выйти прямой эфир с Максом, это, так, у меня тут музычка играет. А, привет! Макс, здравствуй, дорогой! Как я давно тебя не видела, слушай, как я рада тебя видеть, просто... Взаимно, взаимно, Настя. А у тебя красненькое сухое, да? Ну что, давайте за встречу, друзья! Давай! Коронавирус приезжает, всем привет! Вкусненько, да? Ты знаешь, хорошо! Да, а через 10 минут будет вообще великолепие полное, беседа польется ручьем. Ну, расскажи! Смотри, какая гавна! Все, я уже в говно. Расскажи, пожалуйста, как переживают вирус богатые люди? Как, как... А я не знаю. Я с ними не знаком. Я с ними не знаком. Ну, ладно, расскажи, как ты переживаешь карантин? Давно ты карантинишься вообще? Мне правда. Ну, вообще, ты знаешь, да, я уже где-то, получается, дней 10 как дома сижу. Ого! Я только 4. И что ты делаешь, расскажи мне, помимо того, что красненькое винишко? Ну, я... Я ем. Так. Да. Так, сейчас... Можно за это еще один бокал поднять, потому что я думаю, что это удобное количество людей занимается. И, собственно, все. Ну, и... Я пока что... Ну, все говорят, что надо разобрать вещи, надо сделать дела, до которых... Да. Да, и, конечно же, надо книжки читать. Я пока что все только собираюсь делать. Я тоже собираюсь. И ты знаешь, я думала, что домашнее время, это когда ты вот как раз изолируешься, занимаешься саморазвитием. Но я тебе скажу, так как я сижу в интернете на карантине, я не сидела никогда в жизни. Мне кажется, у меня просто планшет просто прирос вот так вот к руке. И все, что я делаю, это смотрю сторисы, вообще все новости и тенденции. Ну, короче, жесть полная, нихрена не получается. И, друзья, я, знаете, что думаю вообще, дорогие зрители, если у вас тоже не получается на карантине читать книжки, это не ваше. Надо просто принять этот факт. Ну, правда. Нет, я думаю, что... А что я думаю? Нет, надо еще выпить, я не соображаю. Давай. Все. Макс, очаровательная прическа, я хочу сказать, что это просто волшебство. Это отсутствие парикмахера. Ну, точно как бы... Абсолютная натурель. Очень хорошо, очень хорошо, мне нравится. А расскажи мне, знаешь, музыкалити, вот сейчас вышел выпуск, это крайний в сезоне, или еще ждать нам что-то интересненького, чего-то такого? Ну, ты знаешь, ждать я... Ну, сейчас снимем еще, если снимем. Если снимете. А ты сняла все? Все уже показала, что сняла, признавайте. Да, конечно. Я только начала, и все. У меня есть выпуски до 1 апреля. У меня вот 1 апрельский крайний. Если ситуация, как говорится, в стране не разрешится, придется без агент-шоу выживать, что уж нам поделать. Будем прямо у них с ним касаться. Ну, видишь, ты говоришь, что ты так долго никогда не была в интернете, а ведь, собственно, у тебя слава пришла из интернета. Слава, ну, я дозирована, ты знаешь, я как бы дозирована, Макс. Я, ну, все-таки социум, он тоже забирает какой-то... Ну, где-то я машину веду, понимаешь? Где-то я с друзьями пью венчик, а здесь целый день просто сидишь. Ну, я там к мужу схожу, там, пару раз, там, понимаешь? Вот сегодня, кстати, кольцо надела в прямой эфир, потому что я вчера была без кольца. Мне сказали, что это плохая примета. Если я умру от вируса, то будет обидно, если я умру без кольца. А вы снимаете кольца иногда? Дома, да. Ну-ка, зачем дома с кольцами носить? А ты носишь? А ну-ка, покажи. Да. Ты носишь дома кольцо, даже если вот вы дома ходите? Да, а ты что? Ну, как это? Я думала, что кольцо носишь на улице, чтобы показать, что я вот... Ну, у меня все как бы в жизни сложилось, как бы, Алешке. Нет, это типа даже и спать надо с кольцом. Ты сейчас серьезно? Да. Макс, кстати, это же уникальный случай. Мы с тобой два человека на планете, у которых постоянно спрашивают, где их супруги. У тебя спрашивают постоянно, где Алла Борисовна, а мне спрашивают, где Элл Джей. Да. Видите, на что мы с тобой? Ну, где-то здесь. Будет забавно, если они оба сейчас тоже там пьют где-то винчик и снимают прямой эфир для несуществующего. Для несуществующего, да? Для несуществующей соцсети, да? Да, 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 да. Да, слушай. А скажи, пожалуйста, а ты вот у тебя, это что? Что это за комната, если не секрет? Ты вот в какой комнате сидишь? У тебя там так красиво, розовый какой-то? Спасибо. Это мой кабинет, это мой кабинет. Я не так давно переехала в дом, ты помнишь, я тебе рассказывала. Да. Я всегда мечтала, чтобы у меня был маленький такой уголок. И, конечно же, придумала здесь такой неоновый розовый свет. Такое все, чтобы было девчачье. У меня вот здесь, смотри, вот такие вот блокнотики. Ну, короче, крышка в тридцатник едет. Ну, нехило, я тебе скажу. То есть я цепляюсь сразу. Во-первых, я терпела.